Недавно в Краматорске подняли вопрос на обсуждение увеличения тарифов на проезд в троллейбусах и замена трамваев на маршрутные такси. Что по этому поводу думают краматорчане? Давайте узнаем. Когда у нас был праздник тут какой-то, то ли выбор или что-то такое, тут у нас по рейсу ездило два красивых троллейбуса. Вот когда у нас в соответствующей цене будет и то, что нам предоставляют услуги, а то, извините, мы пешком еще и 2,50, мы рискуем по дороге вывалиться с этого транспорта. Я за это 2,50 еще должна отдавать? Нет, я пешком лучше хожу. Грина 25 сейчас, да? Да, Грина 25. Ну, это, типа, 2,50, мне кажется, там на голову. При нашем уровне жизни, при тех зарплатах и пенсиях лучше бы не поднимали. Ну, что удобнее в трамвае, чем в маршрутке. Мне кажется, лучше восстановить парк в трамвае, вот это да. В других городах восстанавливаются парки, все трамваи все нормально ездят, и автобусы, и трамваи ездят, все в порядке. Я не согласна. Как трамваи брать? На поселке ходят в основном, а там пенсионеры только в основном. Троллейбус так считается одним из дешевых транспортов, и в основном люди на нем ездят, каждый на работу, он всегда забитый, зачем просто поднимать. Ну, если поднимут, тяжело, конечно, будет людям, большинству. Ну, если это экономически обосновано, с такими тарифами, какие ставят у нас в стране, может и стоит. Город же не должен платить государству, а городу кто возместит, простите. Честно говоря, лично я трамваем очень редко пользуюсь. Ну, я думаю, не знаю, было бы неплохо, если больше маршруток пустили, меньше ждать бы их приходилось. В транспорте-то ездят в основном пенсионеры, люди в возрасте, с детьми, и как, вот это буква «Зю» и на головах, ну, как бы так. Это если бы был поселок, другое дело, но все-таки у нас как бы город. Это может быть связано с электроэнергией, наверное, поэтому хотят убрать трамвай. Ну, если также маршрутки пустят по 2,50, то я думаю, это даже, может, лучше будет. Единственное, чтобы дыма не было, вот эту проблему тут, ну, у нас дымят он, НКМЗ, энергомаш, писталь, так что от этого, я думаю, не изменится ничего. С вами программа «Ваше мнение», а я напоминаю, что свой вопрос вы можете прислать к нам на электронный ящик нашей редакции и обязательно в следующей программе мы его озвучим.